Здравствуйте, уважаемые зрители научно-популярного канала Оздоровление. Я Александр Закурдаев. Сегодня практически каждый человек, который уделяет время своему здоровью, знает, что продукты питания промышленного производства содержат химические пищевые добавки. Хотим мы того или не хотим, но нам приходится питаться теми продуктами, которые продаются в магазине или те блюда, которые есть в ресторанах, кафе и других заведениях. И в результате вместе с нужными организму элементами питания нам достаются вредные для здоровья консерванты, ароматизаторы, красители и другие пищевые добавки. О консерванте бензоат натрия мы с вами уже говорили. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на глютамат натрия. Эта химическая пищевая добавка имеет код Е621 и является усилителем вкуса. На этикетах продуктов глютамат натрия обозначается не только кодом, но и словами усилитель вкуса, вкусоароматической добавка или вкус идентичный натуральный. Но слова в этом случае используются для того, чтобы не отпугнуть покупателей, которые знают код этой пищевой добавки. Глютамат натрия является солью глутаминовой кислоты. И я хотел бы сказать вам несколько слов об этой кислоте. Она присутствует в организме человека как в свободной форме, так и в составе различных веществ и белков. Глютаминовая кислота в значительных количествах содержится в белках белого и серого вещества мозга. В плазме крови она составляет 1 треть всех свободных аминокислот. Эта кислота является заменимой аминокислотой. То есть она может поступать в организм человека вместе с пищей, а также образовываться в организме из других аминокислот. Но для некоторых тканей организма человека эта кислота является незаменимой и не может быть восполнена никакой другой аминокислотой или веществом. Натуральная глютаминовая кислота является основным элементом для питания мозга и стимулятором окислительно-восстановительных процессов. Она повышает интеллект, лечит импотенцию, депрессию и уменьшает усталость. Глютаминовая кислота содержится во всех белковых натуральных продуктах. То есть глютаминовая кислота является очень важной для здоровья человека. А вот глютамат натрия, который производится на основе этой кислоты, наносит вред здоровью. Его начали использовать еще в середине прошлого века и сначала добавляли в низкокачественные продукты, ну, например, такие, как мороженое и мясо. Затем сфера его применения значительно расширилась и сейчас она производится в промышленных масштабах. Как действует глютамат натрия? Ну, все знают, что человек ощущает вкус еды языком с помощью специальных пищевых рецепторов. Так вот, глютамат натрия усиливает чувствительность этих рецепторов языка во много раз и в результате съедаемый продукт кажется человеку значительно вкуснее. Вот можно смешать воду, соль и глютамат натрия и получится жидкость, которая по вкусу и запаху будет напоминать мясной бульон. Если добавить сюда же различные специи, костный порошок, сушеные овощи и муку, то получится блюдо для гурманов, а на самом деле своего рода отравляющее вещество. В чем заключается вред глютамата натрия? Во-первых, глютамат натрия сильно возбуждает аппетит и заставляет съедать намного больше, чем необходимый организм. Это ведет к перееданию и ожирению. Во-вторых, он вызывает привыкание. И после потребления продуктов с глютаматом натрия обычная пища кажется слишком пресной и безвкусной. Есть также публикация о негативном воздействии глютамата натрия на нервные клетки. Но самая главная опасность глютамата натрия состоит в том, что с его помощью можно замаскировать вкус любого продукта, который вы никогда не стали бы есть. Например, подпорченного, уже тухлого или безвкусного, а также не натурального, а приготовленного химическим способом. Где используется глютамат натрия? То он используется практически во всех полуфабрикатах с мясным, рыбным или грибным вкусом. Его много в бульонных кубиках. Можно сказать, что в этой добавке заключается секрет вкуса колбасы, полуфабрикатов и продуктов ресторанов быстрого питания и недорогих забегаловок. Во многих ресторанах его используют как в чистом виде, так и в виде соевого соуса, который содержит очень много глютамата натрия и создает мясные, рыбные и грибные вкусы различных блюд. Глютамат натрия используется при производстве консервов, супов, концентратов, приправ. В производстве колбасных изделий глютамат натрия добавляют вместе со специями и солью. Он содержится практически во всех продуктах, которые изготавливаются промышленным способом, а также и в полуфабрикатах. Также глютамат натрия активно используется в сфере быстрого питания. Конечно, звучит не очень обнадеживающе, но тем не менее, если вы знаете, что такой усилитель вкуса существует, и знаете, под какие слова маскируют его присутствие различных продуктов питания, то можете, конечно, не полностью избежать потребления такого усилителя вкуса, но в значительной мере сократить его количество. Будьте здоровы! С вами был Александр Закуртаев. Продолжение следует...